доброго дамы и господа обзор валютного рынка форекс метод опционного анализа давайте взглянем что у нас произошло что можно ожидать ближайшее время и так с прошлого обзора мы с вами ожидали что у нас валютная пара евро доллар придет на одну из граней коридора либо этот недельный опциончик этот недельный опциончик с экспирации 1 июля то есть он истекает 1 июля либо же цена может провалиться чуточку дальше и отскочить уже от недавно появившегося опциона с экспирации 19 июня и мы видим что цена довольно таки хорошо отработалась отреагировала от этого уровня здесь даже нарисовался такой вот паттерн который я использую это внутренний бар паттер давайте поближе рассмотрим хорошо падающий бар и в пределах этого бара так сказать и внутренний бар если эта конфигурация этот паттер опирается на тот уровень от которого я жду отбой то это для меня очень хороший сигнал для открытия покупок и здесь соотношение стоп лосса к профиту бывает очень замечательно например открываемся сразу же по рынку стоп лосс 21 пункт да и сейчас вот 110 пунктов то есть 1 к 5 берется просто замечательно что сейчас сейчас мы можем ждать дальнейшего роста то есть как и ожидали это у нас рост может быть противоположным уровнем с экспирации 1 июля вот они два опциончика в связи с изменениями forward point они изменились до уровня 1 14 26 можем ждать дальнейшего роста который находится за пределами верхней границы рынка и находится в диапазоне 95 процентном диапазоне даже дневного коридора с прошлой неделе произошли изменения вместо коридора месячного диапазона до из месячного контракта текущего месячного контракта я начал делать диапазон внутри дневного характера и довольно таки это неплохо отрабатывается здесь не отображена история прошлое но очень хорошо отображается данная картина работает данный диапазон когда цена заходит в коридор вероятности зеленую область 95 процентный коридор вероятности то цена пытается из этого коридора оттолкнуться на 5 падает заходит и отталкивается а если закрытие происходит выше данного коридорчика как вчера например то это предпосылка дальнейшему росту как раз мы с вами видим что можем до сегодня еще откатиться назад я сейчас более подробно покажу почему можем откатиться назад по каким причинам и дальнейший рост к данным уровнями здесь уже можно будет присмотреться продажа то есть вот это будет у нас первая область не будем смотреть продажи области ну вот память сколько она тут 1 14 26 1 14 40 41 и вторая область продаж это недавняя опцион с экспирацией 7 августа выставлены на ценовом уровне 1 15 17 на нас сейчас вот 1 15 17 так и стоит два опциона от которых можно будет искать продажи так давайте взглянем более подробно почему можем приспуститься да и почему здесь можно будет искать покупочки и так взглянем на фьючерсы и смотрим тут у нас еврик на фьючерсах смотрим что у нас здесь пошли прошли big trade то есть большие выливание позиции по рынку при том что у нас вчера вот в этой области идет максимальный объем максимальный объем за вчерашний день торговли и при этом у нас биржевая толпа то есть по рынку шли продажи вот они небольшие продажи и под конец дня у нас выросли покупочки но вот они здесь и отмечаются и продажи были внизу внизу рынка это как правило говорит о том что на рынке вот здесь действовали не профессионалы с продавали по самым так сказать худших котировкам дня и их разбомбили утащили стоп лосса и обращаем внимание на вот эти вот зелененькие биктрейды это сработали большие аске вот эти аске могли быть стоп лоссы таких товарищей которые продавали так как стоп лосс на рынке фьючерсов это для продавцов будет обратная сделка то есть это будет покупка которая идет у них по аскам с приз по цене аск отслеживается и при достижении ценой аскам срабатывают ордера то есть так называемые стоп лосс поэтому здесь отображаются как большие скопления асков и к тому же после этого цена у нас не идет вверх она притормаживает на уходит вниз поэтому это вероятно сработали стоп лоссы вот этой группы трейдеров кто здесь продавал но вот эти аске вот эти аске после них цена идет вверх поэтому здесь могли быть с большей уже долей вероятности именно покупки и для того чтобы от стоп лосс этих товарищей если допустим какие-то крупные игроки не набрали ликвидности вчера не успели набрать ликвидности на 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 участке и хотят идти дальше вверх то вполне может быть сценарий что вот этих товарищей нужно от стоп лоссить то есть уйти за их пределы где у них будет стоп лосс вероятно стоп лосс у них будет где-то за пределами либо вот здесь либо здесь на либо тут ну как правило 30 пунктов 30 пунктов вот здесь вот укладываемся в 40 тогда то есть те кто покупал уже могут перетащить стоп лосс либо допустим сюда да по текущему рынку либо закрыться в без убытки здесь вот эти товарищи точно также могут уже либо и закрыться в без убытки либо держит свой стоп лосс куда-то сюда подтянули если померяем расстояние вот они 25 вот 30 пунктов то есть теоретически мы можем увидеть падение рынка куда-то вот в эту область и раз в этой области у нас чтобы это у нас будет здесь вот опцион call который из поддержки может превратиться уже снова в поддержку на сопротивление мы здесь особо не удалось превратиться поэтому вполне такое может быть тем более мы сейчас здесь что видим смотрим по этому уровню исторические такое интересное место где вероятно будет повышена ликвидности то есть то кто-то будет продавать а кто-то будет покупать с расчетом на дальнейший рост на пробой поэтому сегодня вполне возможно что мы увидим снижение и дальнейший рост тому же здесь я смотрю вырисовывается фигура которую я отслеживаю двойное одно я и называю шляпа то что если ты рисую таким образом такая некая шляпа получается если мы растянем сеточку фибоначчи вот таким вот образом то у нас вот это ты изгиб буковка w ложится на двадцать третью тридцать восьмую фигуру час часто данном случае на 23 фигуру поэтому вполне возможно что цена как раз таки придет куда-то вот в эту область 3823 уровне фибоначчи по ценовому уровню это у нас будет 1284 1257 поэтому вполне можем ждать такого развития сценарий по опционам давайте вам покажу опционы как они отработались то есть вот на этот коридор который я описывал состоящий из первых из таких коридорчиков я выставлял опционы на хеджевую торговлю и вот что по опционной торговли вот евро доллар 1316 долларов прибыль идет так как открывался была выставлена позиция таким образом была скопирована и вот мы видим евро доллар по евро доллара у нас открыт лог покупка на опан 1118 то есть была скопирована ситуация вот вот это вот покупочка один 1220 до 112 18 скопирована ситуация вот этого крупного игрока и эта покупочка была за хеджина опцион а вот тот самый опцион 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 вот он опцион опцион идет с экспирации 1 июля по нему убыток в минус 160 долларов то есть всего лишь минус 31 процент грубо говоря от полной стоимости опцион а очень они интересные хитрые это как-то сел высчитывают и расставляет поэтому можно копировать за поведением крупных игроков именно торгуя опционами при этом прибыль по форекс до 0 либо по фьючерсу довольно таки внушительно 1200 долларов что сейчас можно ожидать дальнейшем дальнейшем такая же стоит комбинация на продажу это отложенник на продажу лимитник минус сто тысяч то есть минус имеется виду продажи на сто тысяч и стоит опцион кол уже на который его хеджирует опцион кол уже куплен и сейчас вот он приносит минус двести сорок и восемь долларов или 20 процентов убытка от его полной стоимости сам же за весь опцион у нас было уплачено 124 то есть 1244 доллара довольно таки дороговато но что сейчас может быть то есть волатильность рынка возросла сильно поэтому опционы стали довольно таки дорогими но она себя оправдывает если действовать повторять за крупняком то что ты понимаешь и что видишь в рынке может произойти дальнейшие действия открытой покупки соответственно ждем роста до уровня 1 14 24 как и ожидается а вот сюда 11 14 24 25 26 примерно так и в этот момент можно будет закрыть свои покупочки по форексу то есть их зафиксировать свою прибыль открывается продажа и данная сделка уже перестает нести за собой риск то есть если пойдет вверх то она будет за хеджирована опционом который будет в это время плюсовать и приносить прибыль и прикрыли перекрывать убыток по форексу если же рынок развернется и пойдет вниз то соответственно мы еще и дополнительно будем зарабатывать на этой продажа при этом убыток существующего открытого опциона путь также будет сокращаться по мере того как цена приближается вновь к данному опциончику его полная стоимость у нас была всего лишь от 52 км поэтому вполне приемлемо даже если цена пойдет дальше вверх то есть работает наихудший сценарий цена пойдет в вверх данная опцион нас перестанет нести за собой риск и вот этот опцион тут у нас принесет максимум убытка 52 доллара но по нему уже он уже будет отработан и перекрыт прибылью по форексу такие же хеджевые комбинации у нас идут и по другим валютным парам это по японской и не видим от японская и на и кстати уже можно закрывать опцион по ней истек и японская и приносит у нас для чистую прибыль поэтому по ней можно закрывать она многократно уже отработала свой опцион остался у нас канадский доллар по канадскому доллару у нас тут убыточек тут один из опционов такой же коридор выставлен убытки другой в плюсе перекрывает вот это вот и не идут хедж из этих вот опционов по канадскому доллару довольно таки интересная ситуация сейчас я рассматривать не будем рассмотрим ее в полной версии этого обзора поэтому переходите в группу telegram по ссылочке в описании под этим видео участие в группе telegram бесплатно полный обзор будет бесплатно в этой группе теперь давайте рассмотрим британский фонд по нему у нас пару дней назад резко припала верхняя граница рынка при этом нижняя граница рынка оставалась на месте и данная ситуация у нас создавала модель того что на рынок оказывается давление такой день мы видели и эта модель была того что на рынок оказывается давление и цена может пойти вниз видим что у нас цена немного приспустилась но пошла вверх вероятно цена еще может уйти за пределы верхней границы рынка может быть даже успеет дойти до опционы с аспирацией 22 июня ну хотя это уже не факт и затем пойти дальше вниз почему может не пойти дальше вверх потому что вот 10 июня у нас были предпосылки того что на рынок зашел крупный игрок были очень хорошие предпосылки если взглянуть это фьючерсах 10 июня были вот в этот день совпадающий прям по всем четыре признакам которые для себя вы ее это присутствие здесь крупного игрока который вливает деньги именно на продажу поэтому выше вот этого уровня примерно где-то здесь да ну цена не должна пойти и сейчас вот данная конфигурация эта конфигурация тоже прям формируется на данный момент очень хорошо нам показывает что возможно уже прям сейчас начнется дальнейшее нисходящее движение и пока записывал тёрчик поставил паузу открыл себя дополнительную продажу на этой конфигурации тем более мы тут находимся возле верхней границы рынка коридор 68 95 тоже очень хорошее место для поиска продаж то есть многие факторы совпадают сделочка была открыта чуть выше точки входа и пошло как видим сейчас вниз куда ждать профита профит как мы видим можно ждать до нижней границы рынка она сейчас находится на 12244 до нижней границы рынка либо за ее пределами здесь уже можно будет смотреть ждать опять появление возникновения крупных игроков и высматривать позиции на покупку мы посмотрим обычно когда появляется крупный игрок то здесь как здесь я выставляю продажи и беру профит 1 5 здесь точно также можно выставлять таки куда попутчиков до левочки можно вставлять профит 1 5 тем более она здесь позволяет с таким небольшим стоп лосиком позволяет 1 5 спокойно взять даже в пределах диапазона текущего дня поэтому на сегодня на ближайшие дни ближайшее время смотрим продажи после каких-то коррекций далее австралийский доллар по австралийскому доллару у нас она также подходит к верхней границе рынка также у нас вырисовывался продавец по австралийскому доллару 10 июня под новости фрес он тут пытался замаскироваться цена уходила вниз также уже отрабатывала 15 сегодня если взглянуть на фьючерсы по австралийцу то что мы давайте посмотрим что мы можем видеть какой-то прямо четкой картины для себя не вижу поэтому пока австралийца оставлю пожалуй в покое на сегодняшний день какой-то четкой картины не вижу если только цена у нас будет торговаться возле верхней границы рынка либо зайдет зелененький коридор хотя и возможно будет сложновато туда зайти если крупный игрок еще не вышел из своих продаж он будет защищать свои позиции которые примерно как раз таки находятся на уровне верхней границы рынка поэтому при подходе к верхней границе рынка поближе можно искать продажи хотя здесь уже возникал мой любимый паттерн с утра и вот проглянил даутом так называемый внутренний бар дать масштаб сделал помельче внутри большой резкий импульс вверх и затем внутренний бар всегда такие вот резкие импульсы возле каких-то границ они сами по себе на пустом месте а возле допустим важных каких-то уровней так называемых поддержки сопротивления возле границы рынка возле опционных уровней и вот резкие импульсы является предвестниками того что рынок может развернуться как здесь и сейчас получается ночью есть возможность есть диапазон куда падать остались очень даже хорошо на 0 5 фигуру канадский доллар по канадскому доллару также у нас был крупный игрок 10 июня это не заливались скобом из кем маскируясь под новости фрс и что интересно вот здесь уровень 2 3 порядка на которой я выставлял продажи то есть я ожидал что цена у нас не пойдет особо далеко вот этим уровнем будет ограничено до конца месяца такой сдерживающий уровень что цена до него дойдет я здесь открыл хеджевую позицию и цена пойдет вниз но видим что сейчас из этого уровня превращают его в поддержку превращать его в поддержку цена может пойти дальше и подкладывают путы такие поджопнички путы того что цена может все-таки пойти дальше вверх как здесь сейчас с точки зрения хеджевые опционы торговли можно себя повести давайте рассмотрим эту ситуацию вот она по канадскому доллару вот открытая позиция на 100000 а 100000 это открытая покупка вернее стоит отложник открыта продажа она стоит продажа на 100000 по тому самому уровню до 1 3542 чуть ниже полностью повторяет 1 3542 вот продажа была открыта 11 июня и стоит вернее он был до застрахован опционом колл стоит опционку сейчас данный опцион находится в прибыли плюс или 520 долларов канадец минус 200 долларов но за данный опцион было заплачено 534 доллара таким образом сейчас чистая прибыль и составляет примерно 200 долларов минус 500 то есть 300 долларов прибыли довольно таки неплохо за ошибочную версию почему неплохо потому что если я сейчас закрою данный опцион вот этот на то я получил вот 1057 долларов из них вычитаем пятьсот три четыре доллара которые я заплатил и вот он остаток до 513 долларов чистой прибыли из них вычитаем форекс минус сто восемьдесят четыре доллара и я остаюсь еще в прибыли 300 долларов с небольшим чистой прибыли это при том что дельта опциона не равна единиц она равна 0 6 вот здесь вот 60 по другому немного добрый отображается 60 то есть один пункт по опциону стоит дешевле чем один пункт по форексу при этом опцион приносит прибыль больше чем убыток по форекс должно быть наоборот сейчас в текущей ситуации в стандартном положении в стандартном решении этого вопроса должно было быть наоборот то есть опцион должен был частично лишь перекрывать убыток по форексу такое происходит иногда происходит не часто но происходит когда рыночная стоимость опциона дороже его расчетной стоимости. То есть расчетная стоимость опциона должна быть меньше и перекрывать примерно 40 40 перекрывать 60% от этого убытка. То есть в итоге должно было быть примерно где-то по итогу где-то минус 80 долларов. Общий итог. Суммарный итог. Был бы здесь в стандартном положении вещей должно было быть где-то минус 80 долларов и стать равным нулю, если бы цена пошла дальше вверх, когда только произойдет экспирация. То есть 2 июля. Но сейчас рыночная стоимость опциона, как видим, дороже чем его расчетная стоимость. Поэтому в таком положении вещей если мы ждем еще дальнейшего роста канадского доллара такое такая переоценка перекупленность так сказать опциона возникает когда по нему ждут в данном случае дальнейшего хорошего роста по канаде. И поэтому чтобы в дальнейшем уже допустим не рисковать можно у себя закрывать вот эти позиции. То есть мы по сути оказались в своих прогнозах неправы мы рассчитали что цена пойдет вниз а она по ходу собирается вверх. Оказались неправы но при этом получаем прибыль. Поэтому можно в таких случаях закрываться. Но интересуют меня вот эти вот опциончики эти поджопнички которые в принципе вот этот конкретно вот этот опцион с экспирацией в текущем контракте опцион второго уровня он не забегает в интересы не ложится в интересы крупных игроков которые здесь покупали. И поэтому теоретически цена может приспуститься вниз и когда такое произойдет то можно будет уже вот этот опциончик и прикрыть то он уже здесь будет с прибылью по Форексу и его здесь можно будет прикрыть и здесь сработает у меня покупочка. И тогда уже по более выгодным котировочкам отправиться в дальнейший поход. И этот опцион вот эта покупка на 100 тысяч также будет захеджирована вот опционом тут который 91 пункт обошелся мне в 913 канадских долларов то есть 682 доллара американских это походит 68 пунктов не так дорого. Хотя здесь да это еще нижний опцион это не тут надо будет его передвинуть на 33.75 этот опцион у меня стоит 32.59 стоит 32.59 поэтому надо будет подправить сюда пониже. Хорошо идем дальше то есть по канадскому доллар пока что ждем дальнейшего роста но верхняя граница рынка убежала уж очень далеко поэтому на нее пока виды не имеем пока ближайшие виды это опцион с экспирацией 7 августа швейцарский франк по франку что у нас цена ушла за пределы нижней границы рынка упала в зону опционов пуд по франку из опционов у нас здесь уже зарабатывали опционы были нормально отработаны по моему в прошлом выпуске я это записывал сужение припомню много информации но точно вроде как отрабатывал вот эту область по опционам скопления и она уходила в профиль да здесь закрывался что сейчас сейчас можно ждать по франку я не помню у нас были или не были хотя взглянем крупные игроки вливались они в рынок или нет скорее всего на текущем контракте их не было а может быть и были не очень не очень внятно но похоже что были но возможно что и вот в этом месте возможно в этих местах крупнички доливались вливались но как-то не очень красиво не очень внятно на мой взгляд поэтому возможно что то мы еще можем вернуться по фьючерсу обратно вверх соответственно по форексу обратно вниз к этим уровнем то есть возможно ликвидности не хватило и вернуться донабирать донабирать ликвидность тем более здесь опционы стоят с далекой экспирацией 6 ноября 9 октября поэтому времени с запасом еще хватает здесь опционы стоят с 4 сентября с экспирацией с сентября в августе с то же времени еще есть чтобы набрать себе здесь ликвидность и затем стрельнуть вверх возможен такой сценарий поэтому сейчас пока что ждем если цена припадает вот в эти уровни тем более заходит в область 95% то тогда можно искать покупочки японская иена по ней не совсем понятно она как-то сама по себе живет своей какой-то отдельной жизнью возможно что сегодня вернее вчера появлялись крупные игроки на покупочку но они опять были какие-то невнятные и где-то они открывались на мой взгляд не пойми где не вот здесь до 11 12 июня 10 а где-то где-то вот уже здесь поэтому возможно это и не не покупки а выход да разгрузка выход из продаж произошла вчера давайте взглянем на японца у нас японец на мой взгляд здесь не очень все явно поэтому если работать интродэй если открывать позиции да нет нет пока что здесь не очень то вот допустим да максимальный объем вот они идут максимальные объемы практически бьют копейка в копейку друг с другом и не особо понятно куда то есть это был бы крупный игрок именно нацеленный куда-то например сегодня на продажу можно было подумать что он нацеленный да то есть так на продажу то цена бы уже вряд ли к этому уровню возвращалась бывает что возвращается отбивается то есть сейчас можно проследить вот за этим уровнем за этим уровнем если цена от него будет выходить вниз тогда можно будет поискать продажи да сформируется какой-нибудь паттерн разворотный тогда можно и посмотреть продажи по фьючерсу по форекс это будет соответственно у нас покупочки это примерно да вот этот уровень у нас вот так вот пойдет если здесь что-нибудь у вас будет формироваться на рост то в принципе можно присмотреться к покупкам либо же перестраховаться и мы видим у нас появляется смотрите интересный опцион с экспирацией 19 июня то есть он экспирируется на этой неделе и вот в принципе да да вот из-за этой непонятной ситуации можем видеть что цена может до этого опциона дойти здесь как бы у нас поддержка явная такая поддержка да которая бьет копейка в копейку бьет этот уровень и такие уровни часто очень часто если цена к ним подходит они проторговываются но проторговываются не то что прямо в них цена валит такое тоже случается да он может проторговаться с той вероятностью что как раз это будет захват ликвидности то есть здесь на вот этом уровне из-за из-за этого участка будет возрастающая будет высокая ликвидность кто-то будет продавать кто-то будет покупать и на этом крупные игроки могут как раз таки на этом участке высокой ликвидности поднабрать себе позиции и вот этот опцион скорее всего на эту историю и рассчитан что произойдет ложный пробой данного уровня происходит ложный пробой данного уровня и вот здесь открываются набираются позиции на покупку поэтому ждем что может цена припасть сюда я буду ждать именно этого сценария и возможно даже ее открою сейчас на опционах ну и с профитом за пределами верхней границы рынка на опцион с экспирацией 26 июня то есть в пределах текущего опционного месяца мы можем увидеть вот такой сценарий а на этом все всем успехов подписывайтесь в группу телеграм где по появлению интересных опционных уровней я выкладываю аналитические материалы там же вы сможете подписаться на ежедневное обновление таких вот шаблонов на индикатор опционных уровней ссылочки внизу в описании под этим видео всем успехов попутного тренда пока